Субтитры подогнал «Симон» Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» ведущий Михаил Кудрявцев. Сегодня у нас в гостях клирик собора в честь Фёдоровской иконы Божьей Матери в Санкт-Петербурге Ирей Владимир Ковальзайцев. Здравствуйте, батюшка! Здравствуйте! Прошу вас, благословите наших телезрителей на начало. Дорогие телезрители, Божье благословение это будет со всеми вами! Спасибо, Господи! Дорогие друзья, наша сегодняшняя тема – евангельские притчи. Звоните, пожалуйста, к нам в Санкт-Петербург, в студию, по телефону 812-677-6244 и задавайте ваши вопросы. Батюшка, скажите, пожалуйста, как Вы считаете, почему Господь выбирает язык притчи? Потому что этот язык наиболее образный и наиболее понятный с одной стороны, а с другой стороны – это язык, который оставляет человеку свободу. Потому что если прямо сказать «делай то», то это в определенном смысле человека связывает уже некоторым обязательством того, что он услышал. Когда Господь говорит притчами, то у человека, слышавшего эту притчу, встает свобода, как он говорит, имеющий уши да услышит. Имеющий уши – есть разумение понять, значит, одна ситуация. Не готов к этому, значит, пока ждем. Батюшка, но Ветхий Завет, он как-то получается конкретнее, да, есть заповеди. А Новый Завет, он почти лишен заповедей, да, заповедь о любви к Богу и ближнему, а остальное в притче… Да, это условно заповедь, да, конечно. А как Вы думаете, почему не нужно этой жесткости в Новом Завете? Потому что закон есть закон. Закон предполагает очень конкретное правило, очень конкретный ситуативный выбор, жесткие критерии, которые позволяют свериться с этим законом. Выполняешь его или не выполняешь. Это закон. А Христос благовествует благодать. Он открывает новую реальность, новое состояние, которое над законом. На нем закона нет уже. И поэтому закон, как он говорит, я пришел не отменить, но исполнить, то есть исполнить смыслом, значением и воистину исполнить его. А это невозможно внутри самого закона. Спасибо, батюшка. Отец Владимир, когда мы читаем притчи, то они говорятся на языке того времени и образами того времени. Это земледелие, либо это скотоводство, либо что-то связанное со строением. А сейчас эти символы далеки от нас. Мы не занимаемся этой деятельностью в основном. Может быть, стоит как-то перевести притчи? Как вы думаете, есть в этом необходимость? Ну, конечно, нет. Мы же не переводим Анну Каренину на современный нам язык. Хотя какие-то там кино, наверное, эксперименты, возможно, что-то делается в этом направлении. Но все-таки классика остается классикой. Она остается в том виде, как есть. И в этом смысле Евангелие – это уникальный язык. Он вне времени, на самом деле. На самом деле, не так много нужно усилий для того, чтобы вникнуть, войти внутрь, что ли, в глубину этого языка и начать его понимать. Не так уж далеки мы, слава богу, от земли, несмотря на то, что живем в большом городе. Я так считаю. У всех есть какой-то опыт, я не знаю, хотя бы огородничество того же, да? По крайней мере, в нашей стране это достаточно распространено. И те образы, которые есть, чуть-чуть усилия, и он становится достаточно понятным. Тем более, что он не сильно наполнен аллегорическими смыслами, как это порой считается. Его можно читать буквально. Может быть, это первый уровень, второй какой-то более глубокий, приходит со временем. Но уже первый смысл доступен прямо здесь и сейчас, что называется. Батюшка, есть такое мнение, что Евангелие вообще можно читать только с толкованием, а уж тем более притчи. Как Вы думаете, это однозначное утверждение? Евангелие только с толкованием? Нет. Мне кажется, что Евангелие имеет ценность уже само по себе. Конечно, толкования очень ценные бывают. Но всё-таки это уже, что называется, следующий уровень. Господь говорит, говорит, очень просто. И порой те притчи, которые мы читаем, это есть некоторые уже наслоения, которые добавлены, в том числе, евангелистами при написании Евангелий, фиксации их в письменном виде. А сам Господь, как говорят специалисты, я сам небольшой специалист, но с доверием отношусь к некоторым учёным в этой области. Они говорят, что сами притчи очень просты в своей основе и несут вот тот самый основной смысл, понятный, прямо вот оглядываясь, что называется, вокруг себя. И это вполне доступно. Ну, посмотрите, там же достаточно просты, скажем, осетели. Что тут непонятно? Хотя там есть толкование, конечно, уже задаёт определённый контекст этой притчи. Но в целом она и сама по себе достаточно понятна. Ну вот, батюшка, я знаю, что есть моменты, конечно, которые не до конца очевидны. Так, например, притчи о Страшном суде, где овцы и козлы. Я вот сам только недавно узнал, что в Палестине вот те козы и козлы, которые там водятся, они чёрного цвета, а овцы, они белые. И, соответственно, для жителей того времени это было очевидно, отделить овец от козлов, как чёрное от белого отделить. Как вы считаете, много ли вот таких вещей, которые с контекстом очень связаны? А вы знаете, вот то, что вы сейчас предлагаете, это один из вариантов помощи, что ли, чтобы понять. Чёрное и белое. А есть самый прямой, который мы прямо слышим. Козлы и овцы. Непринципиально, кто уйдут направо, кто налево. Знаете, вот мой опыт, например, познания скотоводческих проблем таких, он говорит, например, что козлы, которых держат в стаде, в стаде баранов, нужны для того, чтобы вести стадо. Они как вожак, потому что бараны сбивают все в кучу, а козёл идёт куда-то, выискивает тропу, там, находит выходы. Поэтому тут вопрос, кто куда попадёт. Это не принципиально, на самом деле. Принципиально, что будет отделение. Будут одни налево, другие направо. Точно так же, как есть короткие притчи о том, что Господь говорит, что одного берут от земли, а другой остаётся. То есть непринципиально, кому хорошо-то. Кто остаётся или кого берут? Что? Мы не можем понять из этого, чего мы-то хотим, чтобы нас взяли и чтобы мы и остались. А это не принципиально, на самом деле. Важно, что происходит разделение. Одни оказываются в одной стороне, другие в другой. А о том, куда же всё-таки стоит попадать, говорят другие притчи. Или вообще в целом контекст Евангелия. То есть нельзя каждую притчу взять и из неё весь смысл исчерпать, что ли. Он задаст лишь какой-то определённый момент, одну сторону. Спасибо, батюшка. У нас первый звонок есть. Раба Божия Татьяна. Здравствуйте. Вы в эфире. Мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте, батюшка. Можно вам задать вопрос? Конечно. Вопрос о фарисее и матерее. Здесь вопрос идёт, я поняла, что о гордыне. Это наш один из главных грехов. Так вот, как-то бы мне глубже понять, как фарисей и мытарь вот именно боролись, что ли, как гордыню свою. Спасибо большое за вопрос. Спасибо, Татьяна, за вопрос. Эта притча, этот рассказ, он тоже ситуативный. Он не говорит, что фарисей осуждён, а мытарь, он вот в Царство Небесное попадает автоматически. Не в этом дело. Дело действительно в конкретной ситуации, как поступает один и как поступает другой. Один молится и превозносится, хотя, в принципе, фарисею есть за что действительно благодарить Бога, но эта благодарность, она такая, как бы, относящая… Сравнительная. Ну, и сравнительная, и относит к себе в заслугу, что ли, это. Что я не такой, как вот этот мытарь, он говорит. Что вот я такой, в общем, перед тобой, видишь, какой я. И мытарь, который чувствует всю свою проблемность и в этой, как раз, смирении в этом, да, он оказывается более правым в конкретной ситуации. Это вопрос и о смирении, и о терпении, и о том, что, чтобы тебе не было дано, принимай, как дар Божий, да, и не принимай его себе в заслугу, не присваивай себе его. То есть многогранная эта ситуация, которая раскрывается вот таким конкретным. Да, Божька. Ну, у меня, вы знаете, у самого тоже есть вопрос. Ведь, глядя на то, как живёт мир, всё равно иногда хочется сказать, Господи, слава Тебе, что я христианин. То есть я благодарю Тебя, что я вот христианин, а не вне церкви. Ну, вот греховно ли это помысел или нет? Ну, я не вижу в этом греховности. Хотя я бы сказал там не слава Тебе, а скорее благодарю Тебя, что Ты меня призвал. Собственно, мы это делаем. Мы благодарим за церковь, за то, что он нас из этого мира всё-таки определённым образом изымает, да, он даёт нам другую реальность, открывает глаза. Но это нужно при этом понимать, что это не наша заслуга. Что мы призваны не за то, что мы достойны. И часто не достойны других. Но мы почему-то услышали, это раз. А второе, это накладывает огромную ответственность на нас, призванных церковь, и вот имеющих этот дар. Потому что кому больше дано, с того больше спросится. Спасибо, батюшка. У нас снова звонок. Здравствуйте, Вы в эфире, мы Вас внимательно слушаем. Добрый вечер. Я хотела бы Вам задать вопрос по поводу притчи о неправедном домоправителе. К сожалению, я её не понимаю. Читала я сама затворника, я филакта Болгарского. Вот, может, батюшка мне поможет понять эту притчу какими-то современными словами, примерами? Спасибо большое. Да, действительно, притча очень непростая. Она вызывает много очень вопросов. И разные, можно по-разному подойти к ней. Неверный домоправитель, как мы помним, когда узнал, что его, так сказать, правление подходит к концу, быстренько пошёл и с взаимодавцем, точнее, как наоборот... Даже не своим, а заёмщиком? Заёмщиком его хозяина, ведь он, думаю, правитель, да? Он управлял имением хозяина. И он просит их, предлагает им написать эти расписки. Как коррупционная схема получается. Там хитрая очень получается ситуация, на самом деле. Есть разные толкования. Мы действительно не совсем понимаем, что там происходило. Но вот есть, скажем, такое мнение специалистов, что этот домоправитель, управляя хозяйством, имел возможность многократно повышать. То есть не там, как мы скромно думаем, там, 3-5% навара, что называется, себе, а остальное хозяину. Нет, он многократно повышал степень дохода, и всё это шло ему в карман. Ну, может быть, не в разы, иначе он бы стал богаче хозяина. Это вряд ли, но, тем не менее, очень сильно. И вот эту долю он в данном случае берёт и сбрасывает. Потому что понимает, что он уже не получит её никогда. А за счёт неё он оказывается в ситуации, как будто благодетеля. То есть он не обкрадывает своего хозяина, а жертвует своей долей, которую он уже явно не получит, потому что он от управления устраняется. И за счёт неё он получает дружбу такую людей, потому что они благодарны, конечно. Они же не знают, что это его доля. И как раз как результат, как вывод из этой притчи, говорит, что вот сыны века всего изобретательнее сынов света. То есть он таким образом что-то зарабатывает. Вот. Ну вот как один из вариантов, например. Это ответ такой, ну, возможный. Возможный вариант в том, что просто он действительно оказывается хитрее, пока у него ещё есть эта возможность. Он ею пользуется, да, за счёт хозяина. Но он приобретает нематериальное, заматериальное. Он тратит материальное, хоть и не своё, но обретает нечто, что вообще переводит, что ли, в другую валюту, скажем так. Не исчезающую из этого мира, универсальную. И это тоже определённый образ, который подсказывает нам, что в этом мире вы, обладая разными возможностями материальными, направляете их на то, чтобы обретать нетленное богатство, которое, как мы помним, в другом месте говорится, когда и вор не украдёт, и тлянь не съест. То есть вещи, которые, как сказал один батюшка, в небесный банк перетекает, средства. Ну, конечно, мы считаем, что всё, что мы имеем, это не наше. Мы же такие же все домоправительные. Совершенно верно. Совершенно верно. И, конечно, отчёт нужно будет давать, как мы управляли. Вообще всё, абсолютно всё. Включая даже жизнь нашу, которая как бы нам принадлежит, но на самом деле тоже взаймы даны. Спасибо, батюшка. Хотелось бы задать общий вопрос о Евангелии такой. Иногда хочется открыть книгу, и чтобы всё было наряду. А притчи, они разбросаны по Священному Писанию. И каким образом ориентироваться, чтобы, может быть, читать, не пропуская? А что значит «наряду» вам хочется? Что вы имеете в виду в данном случае? Все притчи подряд? Ну да, да-да. То есть как справочник с притчами, допустим. А Евангелие, ну, такой нелинейный иногда ход имеет. Да. Ну, вообще, притчи – это же как жемчуг такой разбросанный, да? А вы как старатель, который работает, чтобы найти эти жемчужины, собрать. Если вы их все в Евангелии выучите наизусть, то все притчи у вас будут всегда наряду, что называется, в голове. Это значит, что вы всё уже, по крайней мере, в каком-то первом приближении собрали. А вот вы соберёте их со всем, ну, все мы, собственно, соберём со всем, когда они в нашу жизнь войдут уже по сути. И когда мы сможем говорить, что да, это вот мы и проживаем это всё, что говорится. Спасибо, батюшка. Вот если вспоминать, то как-то все притчи и не приходят на ум. А если иметь перед собой списком, вот как у меня сейчас, то, конечно, каждая притча кажется знакомой. И вот хочется задать вопрос, например, о притче о званных на брачный пир. Там такой момент есть, что хозяин выгоняет гостя, который не в брачной одежде находится. Вот почему мы обвиняем человека, которого и так с дороги вроде бы как пригласили, а ещё и снова выгоняют. Да, печально. Вообще, когда кого-то выгоняют, как-то хочется ему милость оказать, да. А вот оказывается, что есть ответственность. Идёшь на пир, даже если тебя с дороги взяли. Наверное, не совсем нам ясен этот контекст, бывает. Но, опять же, здесь есть разные варианты. Вариант, который мне знакомый, например, такой, что одежда выдавалась. То есть её можно было взять, эту брачную одежду. Если у тебя не было одежды, то тебе её могли дать. Знаете, как, ну, по крайней мере, в советских фотоателье ты приходишь, тебе нужно сфотографировать костюмы, а у тебя нет костюма. Тебе дают дежурный пиджак. И галстук дежурный. Ты его одел, и всё, ты как нормально выглядишь. Ну, то, что ты будешь похож в этом пиджаке на других, это не так важно, главное, что ты в пиджаке и с галстуком. Вот так же и здесь. То есть дежурную одежду тебе готовы были выдать. А почему-то этот человек от этого уклонился. И самое главное, что он никакого объяснения не даёт. Его же спрашивают вначале, его не просто так, без одежды, вон. Его спрашивают, друг, ты почему не в брачной одежде? А смысл в этом, это, кстати, одна из немногих притч, которая поддаётся такому аллегорическому толкованию. То есть они все поддаются, конечно, но часто это не тот изначальный смысл, как считается, который в неё закладывался. А вот здесь он очевидно достаточно выглядит, что призваны те, кто изначально не был с Богом. То есть это языческие народы. Но для того, чтобы оказаться всё-таки на пиру, а это большее, самое большее, чего жаждал иудей, оказаться на пире в Царстве Небесном. Это высшая степень дара, который он может получить. И вот этот язычник, который приглашён на этот пир, всё-таки должен потрудиться, чтобы там оказаться. Хоть он и приглашён. Хотя бы что-то. Хотя бы что-то. Хоть переодеться, умыться, переодеться, причесаться, я не знаю. Ладно, уже дезодорантом там не пользовался. Спасибо, Господи Батюшка. У нас звонок из Москвы, раб Божий Евгений. Здравствуйте, Евгений, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Хотел задать такой вопрос. Вот притчи, можно ли их читать, ну и в Евангелии, в том числе, находясь в транспорте, вот в автобусе, в метро и находиться, ну, сидеть, например, или только стоя. Спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо. Я считаю, что можно. Не только можно, но и нужно даже, как говорится, при первой же возможности читать. Единственное условие – это если мы не смущаем кого-то другого. Ну, наверное, не предполагается чтение вслух, например, да? А про себя, конечно. Мы не оскверним никаким местом Слово Божие, если оно искренне для нас звучит, если мы его читаем для того, чтобы принять его, научиться и слушать его. То есть слушать, как Господь говорил. Спасибо. Имеющий уши, да услышит. Спасибо, батюшка. Даже в метро. Даже под землей, да? Даже под землей, конечно, потому что для Бога нет никаких пределов. Батюшка, хочется спросить о понимании. Вот знаем же мы все, допустим, притчу о нанимателе и наемниках, которые в разные часы нанимаются. Но представить себе, допустим, вот нам, тем, кто в церкви, что вот всякие разбойники и грабители, что они еще, для них дорога в церковь и в Царство Небесное открыта, трудно, трудно это вместить. Вот каким образом в себе понимание развивать? Так мы же не предполагаем, что они войдут в Царство Небесное как разбойники и грабители. В Царство Небесное они войдут уже другими людьми. А для этого они должны притвориться, перетвориться в этого другого человека. И не без нашей помощи, не без нашего участия. Собственно, вот только что мы с вами говорили ведь о брачном пире и одежде. Если в Царство Небесное каким-то по блатному билету, что называется, пролезает развойник, ему там скажут, друг, а что ты тут делаешь? А твой разбой там и прочее, да? Да. Но это не мы скажем. Это скажет тот, кому положено, что называется. Вот. А нам, конечно, надо потрудиться и с благодарностью принять эту милость Божью. Потому что нам кажется, что вообще мы все по заслугам туда попадаем. Да мы точно так же не заслуживаем Царства Небесного, как и грабителя. Ну, чуть-чуть, может быть, разница, знаете, вот, немножко там. На разных чуть-чуть ступеньках. Но все эти ступеньки все равно и оттуда, и снизу. Ты и далеко-далеко, да, и доверх. Отец Владимир, очень многие притчи говорят о Царстве Небесном. Одни уподобляют... Практически все. Да, одни уподобляют Царство Небесное пиру, а вот другие, например, очень краткие, уподобляются горчичному зерну, дереву. И вот в таких случаях не совсем понятно, вот что же это такое Царство Небесное, которое уподобляется горчичному зерну, из которого вырастает дерево. Для меня самого это было некоторое откровение не так давно, когда я понял, что все эти притчи говорят не о том, что такое Царство Небесное, а о том, как. Не что, а как. Вот Царство Небесное подобно тому, как. Часто говорится. Да. И вот это как, оно тут же меняет. Потому что не что, это куда-то мы стремимся, вот какая-то локализация какая-то происходит, а как, это то, что уже здесь и сейчас, понимаете? Это как ты живешь, как ты мыслишь, как ты смотришь, как ты относишься, понимаете? Вот как, как, как. Все время как. А не что. Спасибо. Батюшка, у нас звонок снова. Раба Божия Раиса. Здравствуйте, Раиса, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Саратовск области, город Балакова, Раба Александра. Я по поводу пира. Я, прочитав эту притчу, я поняла. Не обращайте, пожалуйста, внимания на телевизор. Мы вас слушаем. И я, когда прочитала эту притчу, то я поняла так, что вот этот гость, который не хотел одежду поменять, это бес, который решил поменять кого-то, поменять, в смысле вмешаться в это, помешать этому пиру. И вас интересует, так ли это? Ну, там об этом не говорится. Не стоит придумывать смыслы, которых не существует. Это слишком надуманно так выглядит. Буквально человек оказался неготовым к тому, куда он попал. То есть он пошел, принял то звание, скажем так, к которому он не готовился. И для него, в общем говоря, ничего не значит. Да, ну, что называется, на халяву поесть, попить, да. А то, что это пиру самого Бога, как-то у него совершенно до него и не доходило. Отец Владимир, у меня существует такое разделение внутреннее. Я тоже не все понимаю. Вот если… Я уверен, что я тоже. Если в притчах Господь говорит о том, что делающие добрые дела фактически, да, это те, кто наследует Царствие Божие. Это вот козлы и овцы, это те, кто приняли больного, как Господа, посетили в тюрьме, накормили голодного. А в других местах Евангелия Господь говорит, что тот, кто не ест тело и не пьет крови моей, тот не имеет жизни вечной. Вот как понять, что первично и так или так? Ну, для нас во многом разъяснение дает, уже апостол дает, а тот же апостол Павел дает в своих посланиях. Все-таки очень много говорится о соотношении дел и веры. Что первично? Дела или вера? Дела все-таки – это категория закона. Вот в законе четко сказано – это делай, это не делай. Соответственно, если ты это делаешь, то ты получаешь спасение или как бы заслуженную награду, скажем так. Вот здесь принципиально Христос меняет отношения. Не делами спасешься, а внутренним состоянием. Вот о чем мы только что говорили. Что Царство Небесное – это как? Если это как? Это Царство Небесное в тебя входит, ты его принимаешь внутрь и начинаешь им жить, то дела происходят сами по себе, потому что они являются следствием этого. Если же вперед бегут дела, то до Царства Небесного, боюсь, дело не дойдет, потому что ты будешь все время делать дела по долгу, по закону, потому что так положено, потому что так хорошо, и промахнешься порой, потому что бывают дела, выглядят правильно, а в какой-то ситуации конкретной окажутся мимо. Как понимаете, с говорением правды. Да? Вроде бы надо всегда правду говорить. Но бывают ситуации, когда ты, сказав правду буквально, ты оказываешься предателем. Или что-нибудь еще можно посерьезнее. И вот такой нравственный выбор, когда человеку приходится, наоборот, бывает, идти вроде бы на подлог какой-то, но этот подлог, например, спасает жизнь людей. Для того, чтобы такой выбор сделать, нужно иметь это самое царство, это небесное, вот эти ростки, чтобы они жили, чтобы они внутренность человека преображали уже, да, уже преобразили на сколько-то, чтобы он это узнавал. Это очень непростые вещи. Собственно, это призвание, вообще говоря, христианина. И все притчи этому учат, так или иначе, с одной стороны, с другой стороны. Они показывают, они дают эти образы, понятные, зрительные, какие-то очень живые. Не для того, чтобы мы буквально все поняли, не для того, чтобы на основании одной притчи мы сделали вывод, потому что мы, опять же, немножко можем ошибиться. Евангелие, оно имеет цельность, да? Оно, имея цельность, оно исцеляет. Евангелие как вообще благая весть. И в этом смысле, и Евангелие от Иоанна, несмотря на то, что оно несколько другое, оно говорит о других вещах, о каких-то, о мистике, да? Мистики отношений с Богом. Тело и кровь. Не хлеб и вино. Тело и кровь. А это значит, что это уже внутреннее действие. Это внутреннее действие связано с внутренним царством. Спасибо, батюшка. Звонок у нас из Белоруссии. Раб Божий Сергий. Здравствуйте. Вы в эфире. Мы вас слушаем. Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер, ведущий. У меня вопрос такой. Вот по поводу притчи в брошенном пире. Вас здесь, насколько я знаю, кто-то из святого отца говорил, что это, говорится о недостойном причащении. Сейчас так мало говорится о недостойном причащении. Вот возможно ли вот такой контекст этой притчи? Спасибо. Спасибо большое. Да, спасибо. Возможно, конечно. Это уже некоторое толкование. Это уже использование, я бы сказал, притчи для того, чтобы объяснить другой образ. Но это, в принципе, возможно. Действительно, Евхаристия – это пир. Пир в невечернем царстве, вне времени, вне пространства. Пир с Богом. И, конечно же, можно трактовать и такую неготовность к этому пиру. Другой вопрос, что мы понимаем под неготовностью? Потому что здесь опять можно скатиться в законничество. Так, каноны вычитал, правила вычитал, что, кстати, чаще всего и слышишь на исповеди. Батюшка, я не вычитал. Меня передергивает слово «вычитал», потому что вычитка – это ну, как бы такое законничество. Сделал, не сделал. Молился или не молился. К Богу обращался или нет. Ты жил, как Господь. Ты пытался, точнее, жить. То, что мы не живем – это точно. Если ты чувствуешь себя достойным, потому что ты то, то, то и то сделал, потому что это сказано – все, ты недостоин. И ты оказываешься вот этим неготовым. Если ты все, что мог, сделал, что не мог, не сделал, и чувствуешь себя недостойным, ты парадоксальным образом готов. Ты вот в той самой одежде, потому что на тебе одежда терпения, смирения. вот то, о чем мы говорили. Спасибо, батюшка. Какая вам из притч нравится больше всего? Или какой вы считаете самой важной? Ой, это меня всегда такие вопросы очень утяжеляют, так скажем, мою совесть. Я не могу так сказать. Все равно, что сказать, какое Евангелие самое важное. Евангелие важное. Любая притча, она говорит о царстве. Есть притчи, которые, скажем так, больше нравятся, больше прочувствовал, но, скажем, мне очень дорога притча о блудном сыне. Это образ покаяния, образ начала пути человека в церковь, возвращения в дом отчий, который настолько как-то открывается, близко, понятно, какие-то в нюансах открывается. Может быть, потому что она очень развернутая. Бывают очень короткие притчи, буквально одно предложение, один глагол. И все. Бывают такие притчи, как о блудном сыне. Целый рассказ, фактически такая новелла, как ее называют, даже такой жанр есть. Притч, новелла. большая, длинная. И с разными смыслами. Окончание ее удивительно про старшего брата и эту историю. Это отдельная фактически притч. Это отдельная история, да. Вот может быть, этим она привлекает, может быть, тем, что Рембрандт прекрасную картину написал, которую можно пойти в Эрмитаже посмотреть и порассуждать об этом. Там, прямо у картины. Вот такие вот образы. Не знаю. Ну, что-то вот. Спасибо, Господи. Батюшка, звонок из Москвы, раб Божий Владимир. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, отец Владимир. Спасибо огромное, что вы делаете всего славу Божию. Вот, пожалуйста, отец Владимир, вот насчет чтения Евангелия детям, да и самим взрослым. Можно ли через интернет, так сказать, читать, вот сейчас разные коммуникации, планшеты, телефоны, так сказать, или обязательно надо как бы дозировать через Библию, через, так сказать, церковную лавку. Вот такой вопрос у меня. То есть можно ли через интернет, вот много же разных сайтов различных есть. Вы имеете в виду текст взять из интернета и его читать? Нет, саму Библию, именно ясеновый завет полностью. Вот у меня, я, предположим, читаю Новый завет, так как говорят о том, что надо читать Евангелие, скажем, по пять там или по четыре там хотя бы так сказать главы там или страницы. То есть детям вот как объяснять, потому что бывает же и Библия детская, понимаете, а там, ну это же не сказки андерсные, это же священное писание. Спасибо. Ясен, ваш вопрос. К вопросу вообще о электронных, я думаю, Ну сам текст, он есть текст и текст. Если он проверенный, если мы взяли в проверенном источнике текст, то его можно читать в каком бы он виде ни было, потому что слово есть слово. А вот если говорить уже о каких-то переложениях, трактовках, то все-таки нужно посмотреть, что это за переложение, ну чтобы в примитивизм какой-то не впасть. потому что текст, даже если он кажется детям сложным, все равно в своей, что ли, вот силе, которую он несет, в избытке, которую он дает ребенку, все равно что-то останется и когда-то прорастет, как то самое зерно, которое в притче о сеятеле бросает этот самый сеятель в разные самые места. И, как говорится, так сейте, везде и всегда. Вот, поэтому сам текст, писание аутентичное, это уже благо, да, откуда бы мы его не взяли. На электронной книжке, из интернета, на экране компьютера или в печатном издании. Хотя мне лично печатное издание приятнее листать, вот саму ощущать эту бумагу, да, хотя я не пробовал на папирусах читать, например, да, или древние кодексы какие-то, наверное, это еще приятнее было бы. Не знаю. Но вообще как можно чаще и как можно глубже при любом стечении обстоятельств. Спасибо, батюшка. Дозвонилась телезрительница из Екатеринбурга. Здравствуйте, Татьяна, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, здравствуйте, батюшка, здравствуйте, ведущий. У меня вопрос не по притчам, а по Евангелии. Да, хорошо, задавайте, пожалуйста. Вопрос такой, когда Господь спустился с горы Леонской после преображения, его спутали обидеть бессонщик с сыном. И говорил, что апостола не смогли, ну, ученики не смогли исцелить. И Господь сказал такие слова, урод неверный, доколе буду с вами. Вот к кому были обращены эти слова? У федеракта Богорцева такое покование, что к этому отцу. Но Господь жесткие слова обращал только к книжникам фарисе, но никак не к главному горшеньку, которые каили. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Он не очень простой. В каком-то смысле это вопрос, обращенный ко всем нам. А к кому обращается Господь? Вот как мы слышим сейчас, сегодня? Наверное, Он обращается и к нам. Вроде бы мы ученики Христова. Исцеляем ли мы? Напаяем ли мы жаждущих? Окормляем ли мы тех, кто ищет пищи этой? Он обращен этот вопрос ко всем нам. И если мы этого не делаем, или у нас получается это плохо, то можно и ответ этот обратить к себе. О, род неверный. и прелюбодийный. Ну, это из разных мест, но тем не менее. Что прелюбодийный, в смысле, что мы все время куда-то увиливаем от нашего призвания. Мы находим себе какие-то другие источники счастья. Хотя источник на самом деле один. Да, и к отцу к этому он относится, или к сыну, который одержим бесом. Отчасти и так, и так. Вот в этом смысле Евангелие как раз хорошо. Вот Феофилак Болгарский услышал так. Здорово. А мы услышали немножко по-другому, что не противоречит ему. Удивительно, что Евангелие открывается. Именно поэтому стоит его читать в любом случае. Не только толкование. Спасибо. Батюшка, вот я смотрю на свой список, и возникает вопрос о притче о неотступной просьбе. Вот Господь с одной стороны дает образец молитвы Отче наш, в которой из просьб только одна, да будет воля твоя. А в другом месте Господь проводит притчу, где вот просящий с упорством все равнополучает. Как сочетать вот эти два момента? Очень просто нужно сочетать. Вам все ясно, как жить в жизни? Все понятно? Вы все знаете? Нет, конечно. Нет, Нет, Ну, тогда вот можно сказать, да будет воля твоя, и ничего не делать. Сделал так, но я же сказал, да будет воля твоя, значит, это воля твоя. Да ты сам сделал, говорит Господь, ты что творишь-то вообще? Ну, я же помолился, да будет воля твоя, значит, это твоя. И вот мы оказываемся в ситуации людей, которые не испытывают, не не сомневаются, потому что есть у нас инструмент. То есть молитва превращается в некий инструмент. И мы на законных основаниях его вроде бы произнося, оказываемся в ситуации осужденных, потому что мы не понимаем, что мы делаем. Ведь да будет воля твоя, означает, что ты волю-то эту познай. я в смысле хочу ее творить, но не знаю как, поэтому я буду и так толкаться, и так толкаться, и к одному спрашивать, и на союз звонить, и к другому батюшке пойду, и тот же самый вопрос задам, пока не пойму, что мне делать. Все испытывайте, хорошего держитесь, говорит апостол. То есть это не столько о постоянных просьбах у Бога, то есть Господи дай то, дай сё. Ну конечно, но это уже, извините, там же, помните, свалился гость нежданный, хлеба нет, да, пошел к другу, да, уже все спят, да, открой, да, слушай, уже и все закрыто, ну, открой все равно, ну, надо, человеку надо, а не в смысле, что он пришел, дай хлеба, дал, пришел, дай соли, дал, пришел, дай вина. А самым необходимым. Вопрос о притче. Воля, я закончу, воля Божья, она очень многообразна, и вот ее мы, собственно, не в смысле, давай Мерседес, давай квартиру, там, жену хорошую, или мужа, там, и так далее, работу, карьеру, отпуск, получше и подольше. Спасибо большое. О заблудшей овце, или о потерянной монете, о том, что когда находит хозяин, то радуется, так вот, о грешнике кающемся, больше радости, чем о сотне праведников. У кого эта радость? И вот у нас ли эта радость, или она где-то на небесах, в мире невидимом, эта радость происходит? В мире невидимом, это уже толкование. Притча говорит, радость у того, кто нашел. Поэтому, если вы найдете что-то, скажем, вот, вы читаете Евангелие, и у вас открывается смысл, и вдруг, что-то встает на свои места. Вот это вот та самая радость. Вроде бы, вы крещённый христианин, вы всё имеете, в крещении, так как святые отцы говорят. Всё вам дано. Нам всем всё дано. И при этом у нас всё равно куча вопросов. И вдруг этот ответ находится. Счастье, радость. Ну, наверное, и грешник кающийся, это можно понимать, как, в принципе, изменение, да, человека. Не обязательно какого-то там последнего грешника. Да, естественно, конечно, мы все такие. То есть и мы. И мы. Это всё к нам, естественно. И в этом смысле она очень простая, каждая, и та, и другая. Очень простая, очень конкретная ситуация. Ты потерял и нашёл. И, конечно, ты радуешься об этой одной овце больше, чем о 99. Иногда говорят, что совершенно странно поступил этот пастырь, он оставил 99, которые могли разбристись, ты приходишь с одной, у тебя 99 уже нету там. Все они разбежались. Но всё-таки, так как их группами они стерегли, предполагают, что там оставались всё-таки люди, а он пошёл в самое трудное такое предприятие, предпринял, чтобы найти, и спасти эту овцу. Спасибо, Господи. Да, пожалуйста. Звонок у нас на линии. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Да, здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире. У меня вопрос такой, у меня, как видите, Валерий Значевич, Фернский край. Вопрос такой, притча о наёмниках на работу, которая пришла в 6 часов, в которой в 11, мы получили одинаково. и о разбойнике за правым плечом Христа. Это письмо об одном и том же. Ну, в смысле, по последнему дыханию для человека открыто. Ну, прийти в зверу, к Богу. По последнему дыханию практически, так? Да, спасибо. Так. Именно так. Пока человек жив, он может действительно обрести эту истину. Его может посетить это прозрение. И щедрость отца такова, что он принимает этого человека в последний момент с той же радостью и с такой же щедростью, как и того, кто с самого начала был с ним. Конечно. Возникает такой соблазн думать, ну, я тогда ещё поживу, а вот в конце я уже покаюсь основательно и справлюсь. Ну, давайте попробуем. Что получится только из этого? Вот вопрос. Очень рискованное предприятие. И в этом смысле всё Евангелие говорит так. Как только тебе открылось, тут же это бери. Принимай на себя. Потому что тебе это дано. А иначе привычка отвергать дар Божий, она становится такой уже закоренелой, что в последний момент во-первых, не знаешь, какая-то момент наступит. Это такая становится рулетка. Ну, если кто-то хочет поиграть в рулетку, особенно в русскую, помните, там, да, покрутить барабан, пистолеты. Ну, что ж. Насильно мил не будешь, как говорится. Господь никого не заставляет. Он ведь предлагает это только. Кто имеет уши, слышите. Да, слышите. И глаза, да, видеть, чтобы следовать за ним. Также хотелось бы задать вопрос о богатом и Лазаре. В чем же заслуга Лазаря? То есть получается, что он хорош потому, потому что он бедствовал, а получается, богач осужден за то, что жил хорошо? Да не то, чтобы он хорош за то, что бедствовал. Там вроде бы не говорится. Там говорится о том, что он долю страданий принял на себя. И, кстати, ни слова не говорится о том, что он роптал или еще что-нибудь. Он принимал это как есть. терпел и не поносил этого богача ничего. Он просто жил в таком состоянии. И все. А он, собственно, ничего сделать не мог. Он был больной, нищий, и никаких других возможностей у него не было. А вот у богача возможности такие были. И он ими не воспользовался ни разу. Вот об этом разговор. Точно так же, как о мытаре и фарисеи. Та самая притча, о которой мы уже говорили. У нас последний звоночек на сегодня из Московской области. Раба Божия Наталья. Здравствуйте, Наталья. Вы в эфире. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Я хотела бы задать вопрос притча о бодрствовании. Тогда царство небес быт уподоблено десяти девам. Да. Вот. И что имеется ввиду под десяти девами? Все человечество, которое останется. И свечельники, и наверное, что имеется ввиду под маслом. Спасибо за вопрос. Батюшка, у нас буквально может быть четыре минутки осталось. Да, это вполне достаточно. Замечательная притча, как и все, впрочем, остальные. Замечательный образ. Он очень конкретный и понятный. Готовься и бодрствуй, потому что не знаешь, когда придет жених. Это говорит о том, что жить надо прямо сейчас. К вашему вопросу о нельзя ли потерпеть на потом, да, вот это отложить. Услышал Евангелие, ну, как-то менять жизнь не хочется. Пока подожду. Ты уже его услышал, тебе уже призвали тебя, да, но дальше у тебя еще есть время, чтобы как-то с этим потрудиться. Аллегорически можно, или не аллегорически, а какими-то образами, другими трактовать эту притчу разными путями. девы, это церковь, пять дев, которые вошли, светильники, это вера, масло, это дела, или наоборот, одно питает другое, и вот мы светим этим, или разумение какое-то, да, наше, то самое Царство Небесное, которое мы в себя уже впустили, без которого мы, собственно, и войти не можем, да, вот это можно массу, наверное, образов здесь предложить, которые сюда подойдут. Но все евангельские притчи, они в своей основе, как я уже говорил, достаточно просты. Они дают такой вот образ, образ, в данном случае, эта притча дает образ действования. У тебя должно быть все готово. все, что у тебя должно быть, оно должно быть. Если у тебя чего-то нет, что должно быть, то не получилось. Ну, как бы, если ты забыл билет, а взял загранпаспорт, тебя в самолет не пустят. И наоборот тоже. Вот еще что-то, вот есть некоторые необходимые наборы. Это вот я уже тоже притчами, видите, заговорил, такими только современными, да. Вот Царство Небесное, оно говорит, что ты живи, тебе все дано. Тебя позвали, раз. У тебя есть светильник, Евангелие, у тебя есть вера, масло, запасись и жди терпеливо и трудись. И когда наступит момент, тогда ты будешь там. Если ты будешь говорить, как в другой притче, а, там, медлит, да, хозяин не возвращается, буду делать все, что угодно. Светильник задвинул, масло разлил, там, а, оно не нужно сейчас, и все, пошло ковырком, понимаете. Раз, приходит, а ты неряшливо одет. Представляете, вот мы уже разные образы, из разных притч начинают, они и собираться начинают, да, в одно, потому что все говорится об Царстве Небесном. Спасибо большое, батюшка. Время наше, к сожалению, истекло. Прошу вас, благословите наших телезрителей на прощание. Спасибо, Господи, всех, кто слушал, всех, кто пребывал с нами, и с Богом всем. Спасибо, Господи. Дорогие друзья, я напоминаю вам, что с нами сегодня был клирик собора в честь Федоровской иконы Божией Матери, что в Санкт-Петербурге, Ирей Владимир Ковальзайцев, ведущий Михаил Кудрявцев. Всего вам доброго, до новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова